Умное пирожное Мука пшеничная 120 г, масло сливочное 120 г, ванилин по вкусу и соль для взбивания белков. И первым делом буду растапливать сливочное масло для того, чтобы оно у меня успело остыть до комнатной температуры. И следующим этапом отделяю желтки от белков. Теперь я белки отправляю в холодильник для того, чтобы они лучше взбились. И буду заниматься тестом. Теперь добавляю к желткам сахар и буду взбивать до тех пор, пока яйцо вместе с сахаром не побелеет и не увеличится в объеме. Сразу добавляю немножко ароматизатора. У меня это сливочный. Можно добавить ванилин, цитрусовый, в общем, любой, который вы любите. У меня яичная сахарная масса уже побелела, увеличилась в объеме. Теперь добавляю сюда растопленное сливочное масло, столовую ложку воды и 500 мл молока. Все это смешиваю. И отмеряю 120 г муки. Просеиваю муку в тесто. И теперь буду взбивать на мелких оборотах, просто чтобы смесь соединилась. Отставляю это тесто и достаю белки для того, чтобы их взбить. Добавляю к белкам немножко соли и буду взбивать до устойчивых пиков. У меня белки уже взбились. Теперь я буду аккуратно их вводить в тесто, но не миксером, а просто силиконовой лопаткой. И аккуратно буду их вмешивать. Миксером на этом этапе пользоваться не надо, так как может нарушиться структура теста. По структуре тесто получается достаточно жидким. Видите, и форму выбирайте так, чтобы тесто было в высоту приблизительно 5 см. Если у вас получится слишком тонкий слой, то оно в процессе выпечки не разделится на слои. Если вы затрудняетесь сделать это на глаз, то можно отмерить приблизительно такое же количество воды, залить форму, в которой будете выпекать, и посмотреть уже, подходит или нет. Тесто переливаю в форму, в которой буду выпекать. Необходимо форму смазать растительным маслом. Я это буду делать маслом в аэрозоле. И переливаем сюда само тесто. Также, если хотите, то можно в тесто при желании добавить какао, и у вас получится шоколадный бисквит. Теперь я отправляю форму в предварительно разогретую духовку до температуры 170 градусов. И буду выпекать приблизительно час. Ориентироваться необходимо на золотистый верхний слой. И ни в коем случае не открывайте духовку в процессе приготовления, для того, чтобы у нас бисквит не осел. После выключения духовки необходимо дать еще ему постоять приблизительно 15 минут. Затем уже достаем, ждем, когда полностью остынет. И только затем нарезаем. Вот такое умное пирожное в итоге у меня получилось. Тесто в процессе запекания само делится на коржи. И образуется как бы три таких слоя. Снизу получается более мокрый и плотный бисквит. Дальше идет прослойка. По вкусу чем-то напоминает заварной крем. И сверху уже бисквит более такой воздушный пористый. Попробуйте приготовить. Я надеюсь, вам понравится. И можно сверху присыпать все это сахарной пудрой. Если вы решите попробовать испечь, то соблюдайте пропорции, иначе тесто может на коржи не разделиться. Надеюсь, вам понравится. Готовится элементарно просто. Ну и получается необычно на вкус. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!